Собственно, сегодня у нас будет практика. Я изначально расскажу про то, какие сети были интернетовские, именно про средопередачи, точнее, основу физического уровня. Я расскажу, собственно, про коаксиальные сети, про сети оптические и про все везде распространенные сети посторонней на литой паре. Собственно, изначально самое важное, что стоит отметить, что у нас есть трезонных типов кабеля, как я уже их перечислил. Если честно, они именно скорость передачи и расстояние, на которое они могут передать нам интернет. Соединится, естественно, самый низкий уровень – это специальный кабель, это до 500 метров по толстому боксу, о чем я расскажу подробнее чуть позже. Максимальная скорость передачи сейчас на коаксиальных кабелях именно физическая, до 10 Мбит за счет программных средств и различной технологии ВДС и ХДС и прочего, они разгоняются якобы до 40 Мбит. Сейчас, по примеру, есть у нас контора в той телевидении, купленной Ростелеком, которая утверждает про такую скорость. Насколько это правда, плохо его знает. Следующим, собственно, идет по крутости, если можно так выразиться, это литая пара. Она, у нее расстояние гораздо меньше, вот, действительно, кокса, то есть она до 100 метров дает стабильный сигнал без потери пакетов, без лишнего дилея. Есть, конечно, умельцы, которые кто-то тянут и по 130 метров, у них все работает, но это не рекомендуется. Предельная длина, сейчас, отрезка прямой и витой пары – 120 метров. Везде это указано, везде это рассказано. В случае с китайской и витой парой она еще меньше. В зависимости от категории, об этом я расскажу чуть позже. Скорость передач на знакомой витой паре в стандартном исполнении категории 5Е до гигабита. На нормальных расстояниях, на расстояниях коротких, там, нескольких метров, можно выжимать и до 2-4 гигабит. Сам пробовал, все работает. Собственно, и самый крутой в этом отношении из средопередачи – это будет автоволоконный кабель. Соответственно, у него максимальное расстояние передачи, ну, практически, на данный момент, ну, сотни километров. В зависимости, конечно, от оборудования, который используется. Это даже довольно мощные лазеры, даже довольно мощные светодиоды, и, в принципе, все должно прекрасно работать. У нас, по крайней мере, по сетям лично я освещал максимальный кусок оптики. Где-то было полтора километра, я лично его смонтировал, лично спустил, все было классно. В то же время, я рассказывал про магистральные прикидки между городами, которые измеряются сотнями километров. Все прекрасно работает. Вот, соответственно, о чем я не буду рассказывать в этой лекции – о беспроводных системах передачи данных. Сейчас они довольно сильно распространяются. Это и сети АОТОЕ, это и сети Wi-Fi, и чертов ступи. Это отдельный глобальный вид, который рассказывается, наверное, в отдельной лекции, если кому-то будет интересно. По сути, что воздух, что провод, сеть передачи – это что со звуком-то? Ну ладно. Собственно, что воздух, что кабель – это всегда передачи, и не надо на эту тему сильно запариваться. Собственно, расскажу подробнее про кактемные кабеля. Изначально, когда появились сети интернет, именно для офисного пользования, для домашнего использования, особенно для офисного, они строились по двум типам. Либо же на толстом, это так называемый, уже одиннадцатым, либо же на толстом, как сами кабели, а же шестом. Собственно, у сетей на… Так, будь то, будь следующий слайд, сейчас я еще дам всем потискать обычные, как сами кабеля, мы можем передать их, один, собственно, концом с двух сторон, а другой, соответственно, на нем указан, ну, он разобран, как раз видно, и облетку, и центральную жилу. По сути говоря, коаксиальные кабели – это кабель из двух несущих. Вот. Собственно, первым делом, мы расскажем про толстый, про толстый кокс, я вам его устроен. Первый оговор, соответственно, многие думают, что телевизионный кабель, который он сейчас используется, который, собственно, сейчас передается по предам, он может использоваться в сетях, например, нет, на нем, собственно, волновой 75 Ом, на тех, на которых строились все время сети, на них сетях 50 Ом. Это важный момент. Собственно, как была устроена сеть на толстом коксе? Нам потом рассказывалось в первой лекции, то, что это сеть с общей шиной. Здесь, собственно, не показана вот эта вот общая шина толстого коксиального кабеля. Это соединение отдельное, а это так называемые трансмиттеры. Они были устроены с таким образом, у него была картиночка для него удобненькая. Это небольшая коробка, ну, не знаю, можно назвать ее грубо говоря моделом. С нее отходил именно уже оконечный кабель до клиента. Собственно, основными параметрами для большого Ethernet, есть, сейчас скажу, собственно, на большом, на толстом коксальном кабеле, эта длина у нее была до 500 метров, порядка 100 узлов на сегмент, при том, что минимальное расстояние между узнами было 2,5 метра. И потери у нее были порядка 70 насибел на километр, и потом потом поймете, зачем я на этом сделал, на это обратил внимание. Ну, собственно, про толстый кокс я все рассказал, что здесь было интересно. Теперь, собственно, следующий слайд. Собственно, нюанс в том, что сети даже, ну, в конце 90-х, когда сети на коксе были еще распространены, найти на толстом коксе на коксе было практически невозможно, ввиду того, что он требовал довольно большого количества оборудования дополнительного, хоть и пассивного, но все равно, и за счет общей торговизны его монтажа. Очень близко с этим на тонком официальном кабеле, вот она, собственно, представлена здесь. Здесь уже отсутствуют так называемые трансмиттеры, здесь все сделано на BNC-коннекторах. Это коннекторы, может быть, кто-нибудь видел, то, что я передаю, собственно, там MF-разъемы, а BNC-это вот такие вот штуки, они вкладывались друг в друга и защелкивались с поворотом. Они были очень просты в монтаже, и за счет отсутствия любого оборудования коктейлиппитров на удлинение трассы, их можно было смонтировать очень быстро и качественно. Сколько тогда витая пара была мало распространена, и оборудование для витой пары, все хабы, свечи и коммутаторы стоили безумных денег, это было очень популярно в офисах. Можно спорить на заводах, найти старые степи-карты с входами под коаксиальные кабеля. Единственный лишь нюанс для всех этих сетей, и самый важный нюанс, то, что ее нужно было собирать очень умному человеку, специально обычную, потому что на концовках любого кабеля должны листать терминаторы, для того сопротивления, чтобы избежать отражений в кабеле. В следствии чего, малейшее нарушение контакта где-либо на любом из этих соединений, которого здесь было довольно много, как вы видите, делая всю сеть в нерабостопособном состоянии. И поэтому в свое время была такая проговорка «бегать за терминатором» в поисках как раз этого хнового соединения, поскольку любая оборчица, любая, Клавдия Васильевна, бухгалтер, ничего никогда не сознавалась. С основными параметрами для сети на тонком коаксиальном кабели, они гораздо меньше по размерам, там можно было держать максимум 90 клиентов на сети, и расстояние было максимально для общей шины порядка 180 метров. И полновое сопротивление у этого кабеля было уже 160 дБ на километр. Я, собственно, отразил внимание на пара толстой коаксиом на карьере. Как вы видите, ну, собственно, взаимосвязь длины максимального участка и сопротивления. У толстого волновое сопротивление порядка 70 дБ на километр, у тонкого – 160, соответственно, на толстом можно было сделать сегмент отдельной сети и через повторитель либо концентратор сделать соединение до полукилометра. На тонком можно до 180 метров. И тут должен был быть большим умирцем, как я сказал, уже про контакт. Сказать это добро было очень сложно. Собственно, во время коаксиального интернета, ну, вернее, интернета по коаксиальному кабелю, выработалось такое правило. Настоящее правило 5-4-3. Это значит, что в сети может быть не более 5 сегментов, 4-х репитеров, то есть повторительный сигнал, который отходит от одного сегмента сети к другому, и только три сегмента могут иметь включенное устройство. То есть у вас может быть несколько переходных репитеров, но именно сегментов с пользователями может быть только три. Это и есть, собственно, правило 5-4-3, и оно до сих пор актуально даже для сетей на витой паре, то есть если вы можете попробовать собрать в сеть 5 квадрат хабов, тупых и глупых, то в конце вы не получите никакого интернета. Следующий, что ли? Ну, зачем ты это сломал? Собственно, дальше я расскажу об оптике, об оптоволоконном кабеле, о сетях в OUS. Собственно, здесь изображен оптический кабель с резик, к сожалению, у меня с собой нет магистральных кабелей, ну, не толстый, я их не снорвать. Что же, могу подождать, посмотрите, просто вот, именно патч-корды, они у них в большом количестве, об этом мне не нужны, можете попробовать их отискать, и поймете, о чем там разговор, более-менее. Поздавайте с этим всем желающим. Вот, собственно, в оптическом кабеле основной несущий есть, это сердечник. Это соединение, по идее, из силициума кремниевая. Вокруг него, соответственно, есть небольшая отражающая полочка, поверх защитный лак. И вот, собственно, многие можно слышать, что типа разворите синий волокно, видите, красное волокно, красный лак, и на нем идет цветовая идентификация конкретного волокна. Соответственно, дальше покрытие буфер, и вторичный буфер, это именно от излома кабеля. По факту, если он рисунок очень крупно, а факт это выглядит именно вот так, даже когда скрываешь толстый птичатый кабель, отдельные моды, ну, в том, например, такой толщины, холи не жальничек, а иногда и другие. У каждого пусть останется чуть-чуть. На тему оптических кабелей стоит отметить самый важный момент, что они бывают как одномодовыми, так и многомодовыми. Основное различие между ними в том, что одномодовые оптические кабели, у них толщина как раз сердечника порядка 0,8 микрона, то есть он же микрометр, а многомодовых, сейчас скажу, там что-то порядка, порядка, порядка не будет надеяться, порядка 50 или 60 микрометров, то есть разница в разы. И в этом есть основное отличие между этими кабелями. Коль, будь толка свеча. Собственно, про многомодовые кабели и про одномодовые. Основная суть шутки в том, что по многомодовому кабелю, у которого сердце на порядке, пускали, грубо говоря, несколько несущих под разными модами. Это либо же вариант с перечитой, то есть когда пускали с полным отражением, либо же с вариантом с сглаживающими грудьями. Не помню, как это уже называется, врать не буду, но по-моему, как это так называется. В первом, собственно, варианте у нас был на выходе разброс довольно большой по конечным, по конечным приходящим сигналам, в следствии чего и скорость, ну, скорость передачи данных сильно страдала. Во втором варианте это более-менее смогли причесать, то есть, проще говоря, разброс по приходу на конечное оборудование сигналов был минимальным. Но в то же время, после небольших исследований, которые были произведены на практике, выяснилось, что одномодовое волокно может переносить гораздо больше информации, и сухого у него искажения на отражение, искажения на затухание гораздо меньше, если считаю, ну, еще. Вот. Собственно, небольшие данные, собственно, одномодовым, многомодовым. По многомодовому волокну обычно передается длину волокна как раз 0,8 микрона, очень редко 1,3 микрона. Может, кто не слышал, что есть, назовемая передача данных по опыту, 15-50, 13-10. То есть 13-10 как раз, ну, большая часть, вы, может быть, видели где-нибудь длингов, конверторов, они работали, 13-10 или 15-50. Вот. Это самая распространенная длинная волна вообще, которая существует. Почему длинные волны именно такие? Это происходит из физических особенностей именно волокна. Потому что материал сперронный сделан, так или иначе человек взаимодействует с кислородом. И вот единственные, другая, белые пятна, где помехи на прохождении сигнала минимальны, это как раз 0,8, 1,3 и 1,5 микрона. И про цвета, если кому-то интересно, сигнал какого цвета передается на какой расстоянии, будет немного не сказать. Вот. Собственно, параметр, собственно, одомодового многомодового волокна. Многомодового волокна работает на длине волны 0,8, очень редко на 1,3. Одномодового, который вот-вот сейчас всех в руках, надеюсь, что всех раздали, на 1,3 и 1,5. За затухание связано у многомодового порядка 3,5 километра, у одномодового порядка 0,5. Соответственно, средняя длина передача на многомодовом волокне до 2 километров. На одномодовых 10,20 в среднем. Соответственно, вот разница колоссальная. Почему оно постепенно ушло из использования? Но перед тем, кому уйти, не мешало то, что многомодового волокна стоит, грубо говоря, на него стоит оборудование порядка 100 баксов, а на одномодового на тот момент стоило порядка 500. Соответственно, разница в 5 раз на стоимости оборудования и стоимости монтажа, это был свой оттенок. Постепенно цены на оборудование стали гораздо меньше, и многомодового волокна сейчас очень это можно встретить. И, собственно, основной момент, что скорость передачи и дальность передачи на многомодовом волокне, на многомодовом, соответственно, до 5 километров до 1 гигабита, на одномодовом более 100 километров предельная дальность. Скорость передачи, соответственно, от 10. Последние исследования показали, что умудрялись выжимать из этого волокна, уже это и вообще несуществительной скорости. Может, следующий слайд? Вот, собственно, у вас вот здесь есть чудесные пачкортики, они еще как здесь нарисованы старые, с чего все начиналось, соответственно. Как я уже рассказывал про ГНЦ-разъемки, вон там вот хурили, то есть такая маленькая защелочка. Собственно, как они работают, в чем сейчас рашутки присоединения? Главное, когда ты собираешь какую-то стойку, либо что-то еще, либо коммутируешь оптоволокно в кроссе оптическом, основная рашутка в том, чтобы совместить два сердечника, которые жестко закреплены на окончании автозъема, максимально параллельно, перпендикулярно, в общем, максимально одинаково, чтобы несущие, вот где точка контакта нарисована, то, чтобы расхождения не было. В противном случае будут мягчайшие потери, и ничего не тут работает. Собственно, можно даже видеть, в продаже есть баллончики с воздухом, это не чтобы освежать дыхание, это чтобы как раз продувать все эти разъемы, потому что в противном случае даже маленькая плитка может нанести гигантский вред. Соответственно, старые разъемы были СТ и СЦ, сейчас у вас, собственно, кругленький разъем, который у вас в руках, СЦ на ФЦ, а квадратный это ЛЦ. Почему они, собственно, различаются? Да и вообще, почему их так много? Единого стандарта для разъемов в принципе в мире сейчас не существует. Сейчас все в поле не приходят на, грубо говоря, квадратный круг, но даже в таких разъемах есть большое количество, поскольку есть не только сдвоенные, волоконники сдвоенные под гораздо меньший размер, то есть, например, посадочного практически размером с волокном. Ну и, соответственно, квадратный разъем можно спрессовывать двойные, а круглые, естественно, невозможно. Ну, на вкус и святые фломастеры разные, и те, кто то, что закупает, тот ты используешь, тут, собственно, ничего не скажешь. Можно, на следующий. Собственно, тут про лодку Кокса рассказываю в меньшей степени, самое интересное, соответственно, битая пара. Ну, сейчас опять-таки раздам всякого добра, кому интересно. Собственно, это заводские патчкорды, которые так называются либо шнурами, либо патчкордами отдельно. Они сделаны из этой пары, только у него сердечник не цельнометаллический, а плетенка. То есть, средний диаметр сердечника живого, он примерно что-то 0,5. А при плетенке, там, собираются коротко 8-9 жилок, диаметром что-то 0,2-0,3, скручиваются вы идти. За счет чего все эти патчкорды, они получаются мягкими, и их, в общем, надо монтировать в стойке. Соответственно, если я вам дам патчкорды, сделан из обычной патки, то они гораздо жестче. Можно оставать по-другому глубину. Вот, собственно, отдельно есть, притащил, нашел. Это, так называемый, FTP кабель, кабель с экранированием. Зачем использовать, я сейчас раскручу чуть позже. Вот. Основными параметрами для витой пары является шаг скручивания. Здесь нужно помнить хорошо, когда вы делаете низкрутки или расшиваясь на плинт, конечно, еще ни в коем случае не раскручиваясь больше 1,5 см кабеля, 2 см кабеля. В коем противном случае они на концевых своих участках теряют свои свойства. Вот. Также стоит отметить, что не все кабели имеют серый цвет. То есть желтый, синий и прочее, это наработки менеджеров среднего звена. В основном они являются серыми, черными и оранжевыми. Оранжевые кабели, естественно, кабели огнеупорные. Черные, подчас, это кабели для монтажа с внешней стороны зданий, которые ориентированы на тяжелые условия эксплуатации. То есть это влага, большие нагрузки от ветра и снега и под температурой. Собственно, их можно увидеть на следующем слайде. Вот, собственно, черные, категория 5Е, они бывают как самонесущие, так бывают, собственно, и с тросами. Отдельно. Вот, собственно, сейчас... И она же UDP, она же ветуха, она же чертами в ступе, распространена везде и всюду. Расшифровывается она, собственно, как некранированная витая пара. Это камера, в котором просто проводники и центральная жила, центральная капроновая жила. На разобранном бачкорнике она видна, капроновая жила. Вот она. Собственно, она используется в основном для зачистки. Я вам это покажу. Ну, обычно, чуть-чуть, чуть-чуть, чем попадется. Соответственно, FTP. Это фольгированная, это экранированная витая пара, зачем я сейчас чуть попозже расскажу. STP, которая следующая. Это у нее идет экран не только общий на весь, на все жила, но отдельно по каждому проводнику. Используется они довольно редко. Я лично их ни разу видел, это работа уже в лице. Собственно, основными параметрами для использования вот такая вот, кажется, экранированная пара является использование в цехах, где высокие токи проходят, где есть большое количество радиопомер. Также, собственно, они используются в местах, где могут быть какие-то, ну, то есть они на порядок прочнее обычного кабеля за счет наличия в нем общего экрана и отдельно остальной жилки. К тому же эти кабели могут заземлять. Опять-таки, это очень актуально в случае использования на различных, ну, на различных производствах. Попробуем на жилки до квадратных встреч. Вот. Почему? Собственно, везде, при всех плюсах, экранированной камере, которую он дает, я предстоящий, малую часть, используется поголовную камеру UTP. Серьезно, все банально, он просто дешевле, его гораздо проще чистить. И самое важное, он имеет гораздо больше выберетипа. То есть, например, фольгированные и СТП кабели, их нельзя раздевать сильно в случае повреждения, ну, может быть, наступить повреждение экрана и все свойства кабеля потеряются. Серьезно, UTP можно крутить как угодно, вы видите, что скучно не менять через одно место все на работу. Ну, вот. Собственно, следующий слайд, еще возьмем следующий слайд. Так, нет, назад. Черт, один слайд вообще потерял. Ну, я расскажу так, подкрас. Собственно, категории у литой пары, на данный момент их 7, у некоторых категорий есть подкатегории, то есть, например, есть категория 5, а есть категория 5Е. Все категории различаются по частоте передачи сигнала. Она основана на том, что у каждой категории, например, есть свой ход скручивания кабеля, и каждая категория, ну, чем выше она тем, конечно, лучше, она может передавать на большую частоте сигнал, соответственно, может передавать его больше и на большую скорость. Вот, собственно, самая распространенная категория, это третья, пятая и шестая. Семи категории различные базы, которые тоже велики. Двух, я не встречаюсь. Собственно, третья категория, это в основном двухпарный, очень реже четырехпарный вид, литой пары, который использовался в стандартах 10BST. Вот, и гораздо реже используется на доме, в каждой квартире. Этого дерьмища не счесть. У, собственно, сам распространенный, применяется в стандартах 100BSTX, вот, поддерживает до 100 Мбит, у него скорость передачи, ну, частотная полоса 100 МГц. Вот, опять-таки, из категории 5Е, которая следующая, у него скорость, у него пропускание 125 МГц, и я лично на ней поднимал на 2 Гбит. И все, она работает. Штая категория, она используется в основном, насколько мне известно, в различных дата-центрах, где кто-то зажмотался на область и использует даже дедовую виду для соединения крупных маршрутизаторов. У нее полоса пропускания 250 МГц, и на расстоянии до 50 метров она держит 110-12 Гбит. Вот, я точно могу следующее число. Так, это, собственно, про обжимку. Еще расскажу какую-то вещь, может, ну, я себе, что кто-то вообще это видел, кто-нибудь про это слышал, помимо, собственно, 4-жильных и 8-жильных кабелей есть 25-жильные, 100-жильные, 1800-жильные. Это, так называемые, магистральные кабели. Вот, они обычно, к сожалению, картинка, что-то сделал, разглядеть. По большому счету, это выглядит, как один кабель, в котором довольно много обычной такой битой пары. Либо же, они скручиваются отдельно рейточками разного цвета, это очень красиво, но очень сложно расшивать. У него очень легко запутаться. Собственно, в основном, распространенные сейчас на рынке, они, так называемые, ТПП-хи, это 25-кар и 50. У них тоже есть категории, это категории 3-е и 5-е, в основном, распространены. Остальные категории обычно на многопарке не используются. Они обычно используются в так называемом горизонтальном участке сети, контянут между этажами бизнес-центров или торговых центров, между отдельными типонными узлами или отдельными серверами в одном помещении. Соответственно, магистральные кабели тоже подразделяются на внешние и внутренние. Внутренние, естественно, с меньшим объемом изоляции и подвержены, собственно, разрушениям на воздухе. Внешне, естественно, круче. Вот. Искренне не рекомендую тем, кто любит, не знаю, пару каблутить, использовать серый кабель, который продается везде и всюду, для монтажа, не знаю, между квартирами, между этажами, между домами, на даче. Он обычно живет год-два, потом умирает. Также по нему можно легко получить интересный прикол о время грозы. Сам лично поролся. Вот. Собственно, на тему обжимки самое важное, основное. У нас есть два типа обжимки. Это прямой и обратный. Здесь, собственно, нарисованы по цветам. Вообще, они грамм называются здесь не мирными. 468А и 468П. Вы, возможно, где-нибудь на розетках в квартирах или где-нибудь на работе видели обжимка по типу А и обжимка по типу Б. Здесь не указано. Здесь, собственно, сам интересный момент вот, отражено вот здесь, как-то выглядит пачкорда на самом деле. Первая, вторая, третья и четвертая пары. Почему-нибудь расшиваются именно белоранжево-оранжево-белозелено-синий, белосиний, зелено-белокоричнево-коричнево-коричнево. Такая забавная частушка. Так, следующий момент. Собственно, я рассказал, что есть витая пара усиленная, так называемая ФТП и СТП. Также у нее есть усиленные коннекторы. Они вот в металлической обертке, они тоже экранированы. И обычные коннекторы как-то не различаются. Собственно, следующее отметить тот факт, что на нашей обрывке сейчас довольно много четырехжильные витой пары, где цвета лябуются безумными китайцами как бы не гуляли в глаз витой топников. Ну, собственно, обжимаются не только вот таким-то образом. Ну, я, собственно, все эти расцветки встречал. Ну, здесь самое главное попасть в шестую жилу в Канаке, тогда все будет работать. Соответственно, четырехпарные витые пары и до 100 мегабит, больше из них не вышли. для получения гигабита нужно иметь обязательно 8 пар. Вот он, собственно, вам Польер рассказывал, если я считаю. А это, наверное, самый интересный момент. Это кросс-кабель для гигабита. Здесь меняются, если в обычном, если для 100-мегабитного камеля меняются только оранжевые и зеленые с живыми местами, то для гигабит меняются еще и синие и коричневые. Если стоит полностью другим, ничего не собирать. Ну, еще один сладик вперед. Собственно, для тех, кто все собрал, но ничего не заработал, существуют тестеры. Коля даже один принес. Как вы видите, они были как для гигабитного кабеля, так и для битой пары. Работать они довольно просто. Ну, собственно, это вариант, когда отдельно есть репитер, когда отдельно главная часть и ответная часть. Есть же также по частности более дорогие тестеры, у которых все совмещено воедино. все довольно просто, они только не свешаете. Мастера, другой слайвер, проще говоря, раба, нажимаете кнопочку power, у вас начинают пускать импульсы по одену по каждой паре. И вот видите, огоньки, как они корят, вы можете увидеть, какая у вас пара пробита. но либо же все должен переобжать, либо же выкидывать кабель. Может, точно. Ну и, собственно, две незаменимые вещи, вернее, одна незаменимая вещь при монтаже, при том, больших объемов, это, называемые стрипперы. Вот самый специальный вариант, который продается на рынке по 50 рублей, я его потерял много лет назад, так и воспользую. Больше не пользуюсь, пользуюсь ножом, но тем, кто хочет сделать быстрый и качественный, лучше пользоваться качественным стриппером. Вот, еще, если не наиболк, вам когда-нибудь в магазине предложат какой-то коннектор со вставкой, в коем случае вы не берите. Коле может рассказать интересную историю, как он наплевался на мучу саму. Вот, собственно, все основное, что я хотел рассказать, я рассказал. У меня есть куча подробностей моих в Палмуде, на тему различной физики и подробностей. Ну, собственно, спрашивайте, что вам интересно. Потому что потом мы начнем все это дело обжимать, расшивать на принты и тестировать. Расскажи, коктейли 2,4,9 в основном и коктейли 2,4,9. Да все очень просто. Ты берешь эту пару пятой категории 5Е. Естественно, делаешь большой кусочек, очень грамотно обжимаешь, чтобы ничего не пропадало. Чисто теоретически пятая категория держит до 2 гигов. Она держит, но на очень коротком расстоянии. А оборудование какое-то было? Там использовались циски, это был тайп-эфирбой. То есть, можешь взять другую систему гигабиби, теоретически на ней должно подняться? Теоретически, да, но опять-таки есть у витой пары такой нюанс. Есть, собственно, на коробках, если вы покупаете витой пары, они продаются по 300 или по 500 метров. Конечно, еще есть катушки полкилометра, но их неудобно использовать, выликующие кто покупает. Собственно, там указано, из чего витая пара сделана. Если это стальной провод обмененный, на нем гигабиби никак не получится. Теоретически, если это китайская витая пара, она не делает цельномедных проводов, вследствие чего потери и прочее на них это добрый путь. Даже на входе с атакованной бухты, где некоторые куски были просто непроходимы. Почему непонятно? Еще? Четырежильная витая пара используется вследствие своей дешевизны? Ну да. Ну и к тому же она гораздо легче, ее гораздо больше можно запихать в короба и в дырки. То есть, грубо говоря, на домах, особенно старой постройки, где проходы между этажами сделаны в виде мышкиной норки, запихать туда 40 клиентов с 9 этажа внизу очень сложно. Восьми жильными полноценными капелями, особенно еще в комнате с толстой облеткой. Вы заметили, не все у вас пачкорники, которые я выдал, они не все одинаковые диаметры. То есть, на некоторых есть внешняя облетка, она гораздо жирнее. облетка. А если провайдер решит, проапгрейдить скоростей больше 100 мегабит? Это ложь, вранье и провокация, потому что я вам расскажу на такой интересный факт, вам всем рассказывают, что вот, включается сигнал, у нас скорость до 100 мегабит, если поднимать нам решить договор, то будет написано гарантированную скорость от 4. То есть, 4 мегабита обычно гарантируют, все остальное это в зависимости от возможностей сети. В то же время, ни один сервер в интернете не отдаст вам информацию на скорости 100 мегабит. Ни один. Иначе вы застретите весь канал и будете это... А если он подключен на гигабит или на 10 гигабит? Единственный нюанс включения к сетям, где 100 мегабит, это качать так называемых перенговых сетей. Они же DC+, плюс и проще. Либо же опять-таки с торрендов. Они устроены таким образом, что вы можете со своей локальной сети, то есть вынимать сети провайдера так называемой интернете вынимать файлы и за счет того, что у вас внутренняя локальная сеть, которая есть выход в интернет до коммутаторов высокого уровня, вы можете менять, например, соседей по параду вынимать реально на скорости 60-70 мегабит. Но больше никогда не идет. А как же выливается в интернете? Некоторые особо упоротые могут выжать все, что захочешь. Я говорю, что подавляющее число серверов в интернете не дает скорость на конечном клиенту на таком объеме. Это, в принципе, не выгодно. Представь себе, группа, на каком-то толстом сайте, у тебя в минуту заходит тысяча человек, и каждому нужно выделить 100 мегабит. Это, чтобы не должен быть шинный канал. В принципе, большая скорость развивается либо на торрентах, либо на пилинговых сетях за счет их технологии. Потому что они берут не только с конкретного сервера в интернете, они берут с различных удлов сети по час. То есть, зашел в Матаран, взял поли-фильм, думал, что качаешь с Америки, вышедший переведенный и качаешь с друга задрота в соседнем парадной, который его скачал еще два дня назад. Вот и все. Сюда достигается большая скорость. Собственно, вопрос в чем? Скорее в маркетинге. Когда какой-нибудь интернет-провайдер захочет сказать, что мы даем до 200 мегабит, а при этом у него опрокинута четырехжильная летая пара, то есть, получается, ему только перетягивать кабель? Чисто теоретически, я сейчас сталкиваюсь с тем, что просто телеком, который выпал в ТВ, который выпал в ангар и проще которые, которые были шаппы с пусами по городу, чтобы занять весь рынок, они предоставляют по тому же самому коэффициентному кабелю до 40 мегабель за счет именно оборудования и за счет технологий кодировки, пережатия и прочего, прочего, прочего. То есть, с обоих сторон, если это активно оборудование, то он может что-то выжимать из кабеля. по физике, я бы это сравнил с тем, что у всех камер есть зум оптический и зум цифровой. Здесь те же есть, только в пробе. То есть, физическим водой за десятку, но с помощью цифровой технологии можно выжать там еще что-то сверху. А сколько оно будет качественное, сколько оно будет стабильное, сколько там будут стабильные пинги, сколько там будет стабильный, о чем все в последствии рассказано, чтобы там стабильное, не будет потерь пакетов, это очень и очень бесспорный момент. Так перетягивать кабель рано или поздно придется или нет? Я есть, не смею, что ты за такую вещь в кубер, пускай, не было, но это не нужно. Ты же умный человек. Ну, так я... А, чисто, теоретически, да. Если на опуску. Ну, как раз вот это отдельно, в квартире к людям заходят такие тоненькие, веленькие кабели. Как раз вот есть такие вот патч-корды только очень длинные. Вот. И поэтому по телефонным сетям предоставляется через модем абсолютно три услуги обычные с телеком. В принципе, это будущее, но в том виде, в котором это исполнено у нас, это прошлое, потому что при отрубании электричества на соседнем доме или в твоем доме исчезает телефон, чтобы позвонить в службу энергетики. Энергетика. В принципе, они, как дела, связались с западом, но не очень удачны пока. Хотя местами все равно хорошо работает. А местами, если ты включаешь себе, скачиваешь через торрент, у тебя пристает работать телевизор. Я лично это видел. Еще вопросы? Да-да-да. Вопрос про грозы или духу. А чем внешняя духа отличается от... То есть черный... Собственно, выставим назад. Сейчас я скажу даже про физику процесса. Здесь отдельно написано про всякий поливинилхолорий. Да, ты попал. Здесь было отдельно записано. Так, ладно. Не найду. Если в общих чертах. То, что... Я сейчас не скажу точно, какое-то там химическое соединение используется для витухи серой, проще говоря, для внутренней витухи или для витухи внешней. Я знаю точно, что черные магистральные кабели бывают двух типов. Либо так называемые самонесы, либо с тросом. Собственно, разница понятна. Самонес, вот у меня это оплетка, она монтируется специальным образом на топостойку. Здесь же монтируется просто трос. Внешняя оболочка у нее сделана из довольно жесткого и очень сложно сгибаемого подчас полиэтиленового соединения из полиэтилена. Я не помню точь название, не буду врать. Вам надо сказать лишь одну вещь. Чтобы порезать обычный бумажный ножом, нужно положить дичайшие усилия. Коррежьте, он очень плохо и грустно. К тому же эту витуху вот так вот свернуть, грубо говоря, УКВКГ, тоже довольно трудно для витуха занятий. Основной разницей они являются именно чисто физически. У них у всех присутствует подчас медный проводничок внутри. Он служит как раз для разрезания этой витухи, как в обычной капроновой нити. А также для того, чтобы в случае чего эту витуху заземлять. Я лично слабился с тем, что перебросы между многоэтажным зданием и малоэтажным зданием приводили к тому, что из-за разницы потенциалов на концах провода у нас во время каждой грозы выгорало оборудование. В итоге купили груз защиты. Основная разница между ними именно физическая. Потому что это внешнее покрытие, оно невосприимчиво к температуре. У него температурный режим использования что-то от минус 30 до плюс 60. И, соответственно, за счет троса оно довольно прочно на разницу. Соответственно, вода туда не попадает. У него еще внутри у каждого в обязательном порядке есть такой точный полиэтиленовый экранчик, который оборачивает все витые фары. Его почат очень сложно сдернуть. Собственно, внутри влага не попадает, морозы проще не могут деформировать кабель. в целом, вследствие в чеволом висит снаружи и всех счастливо радует. Но единственный момент, что, опять-таки, у него куски, которые можно кидать в внешнюю бетуху, используя обычные обороны, опять-таки, не больше 30 метров. Собственно, грозозащита у меня всего сладика нет. Конечно, это, по сути говоря, если объяснять на пальцах, то это патчкорд. на конце обжарки он входит в довольно, я не скрывал, но, как я знаю, там, видимо, какое-то довольно жирное сопротивление, какой-то жирный конденсатор. И, собственно, с другого конца обычный разъем 45-м. То есть, у тебя получается такая, на конце такая небольшая флешка, из него разъемчик. Мы лично проверяли, он реально держит что-то. Он, после установки своего добра, у нас в пригрозах может порты не горели. А до этого, соответственно, меня по этому обмену медному проводничку к нам приходило, потому что у нас говорили даже не только парты, а и целиком комутатор. А дорогая это что-то? Нет, но с момента, это было лет 5 назад, у нас стоило порядка 400 рублей. Было гораздо дешевле, чем терять клиентов и кучу порогов. по идее, так и должно делать, но по идее экран заземляется только с одной стороны. Нужно знать, у меня это было написано, но я сейчас немножко не найду. В принципе, он заземляется, единственный нюанс в том, чтобы сделать грамотное заземление, в наших домах земли нет. то есть особенно в старой постройке, там это идет зануление, если посмотреть по ЖД, есть такая наука, университетов преподает, то зануление не является заземлением, и по час какой-нибудь диабазик решил приварить все к ванне огромный стул, назовем это так, кинул на батарею ноль, взял сварочник, начал варить, и у вас это все полохнуло адским пламенем. Поэтому заземление возможно лишь если в том случае, если ты лично дошел до низа, просчитал заземляющий контур, он рассчитывается под определенную мощность оборудования, его лично вкопал, вынулся, провод поднял его наверх, там есть, туда протащил по отец и до борода не заземлил. В этом случае все классно. В жирных конторах так обычно и делают, особенно какие-нибудь большие отрезы. То есть пройти в подвал, там закопать что-то? Нет, это строится обычно при закладке самого помещения. То есть мы сейчас в конторе переезжаем в крупный переезд и у нас отдельно была вызвана бригада людей, которые злономерно рассчитали целиком всю серверную рассчитали всю мощность, рассчитали сколько она может рассчитали контур заземляющий и злономерно его закопали и вывели нам отдельную колодку земли. Сопрять туда до определенной мощности у вас будет все классно. Ну, что-то здесь только один самый активный всем остальным полным остальным. Сейчас побери. По правилу 5,4,3 почему не появятся клиенты? Они не появятся, но не будут работать? В общем, смотри, мне даже объясняли в дорогом внутрь, что на коаксиевных сетях у тебя могло идти 5 сегментов, то есть сделать на одном куске кабеля 5 сегментов, при том из них только на 3 могли быть клиенты, а остальные 2 сегмента это просто репитер. И я лично сладкнулся с тем, что у нас при установке после джинного коммутатора оставишь на конечных кусках тупые хабы, и подряд дальше угрожая либо шли дичайшие потери, либо не было вообще нифига. Собственно, это правило так или иначе работает только если тогда это были сегменты сети и репитеры тупое пассивное оборудование основное на общей шине, то сейчас опять-таки местами есть тупое пассивное оборудование, но с ошибки не изменилось. То есть есть предельное количество хабов, которые можно включить. То есть мы этой серии просчитываем топологию людей. Если кто-то понял, оборудование не пролегает и начинается потери? Нет, как раз следствие оборудования все происходит. То есть невозможно бесконечно усиливать сигналы. То есть оборудование я считаю, что у него слишком слабый сигнал или что... Ну смотри, я тебе объясню ситуацию. Грубо говоря, у нас есть рассмотрим провайдера, который работает на какое-то жилом помещении. У нас есть дом, в нем 15 парадных. Каждая парадная в среднем метров 30. От точки до точки. Умножаем, что мы получаем? Короче, много. Соль шутки в том, что одним пуском витой пары мы не отделаемся. Нам нужно сделать как минимум их 3. Максимально... Ну собственно берешь максимальную длину с 8 метров и ценяешь два следовательно коммутатора либо же хаба либо чего-то еще. на третьем то есть вот следим раз, два, три. А на третьем будет все очень плохо. Потому что ну то есть этой серии есть таковечная топология сети. Она бывает звездой, она бывает собственно общая шина и все остальное. У нас общая шина самый главный топология, потому что сигнал теряется. Физику процесса я вам сейчас не объясню. В какое время вы слабо разбираете. Но вот большая шутка в том, что мы пробовали и у нас ничего не получилось. правильно делать топологию сети. Потому что сейчас везде распространены так называемые гибридные сети. Но то, что я рассказываю, это сети на так называемые последние мили. То есть сети, которые уже сделаны на доме. Сейчас на дом приводится несколько волокон оптические конвертеры либо же отдельные сфп-модули выраженные коммутаторы и мы получаем на дом определенный сигнал. Если есть длинные пробросы по дому, обычно мы опять-таки сделаем оптикой. Тогда есть гибридная сеть. На порядок надежнее, чем сеть, которая собрана исключительно на меди. Именно в следствии того, что мы уберем топологию сети. отдельно расскажем про топологию сети. Когда расскажем топологию сети, вы поймете, что-то делать нельзя. Нельзя больше трех хабов, по-настоящему. Я помню, я пытался с кем-то поспорить на пиво на тему бедой пары. Попробуй сделать то же самое. Берешь обычные три хаба, на таких же юберинка, только даже юберинка поставить. Хабы или коммутаторы? Здесь тонкий момент. Понимаешь, на коммутаторах, на живых коммутаторах все время есть, по крайней мере я вижу. Отдельно так называемые SFP-разъемы. То есть разъемы по оптику. Никто здравоумеет резом растутки не будет лепить три куска бетухи. Ну, говорю, вот есть такое правило 5-4-3. На каксельных сетях оно было 100%, на пассивном оборудовании оно сохраняется 300%. Как оно будет на коммутаторах, я, честно говоря, не проверял. Но я с ним сомневаюсь, что это имеет смысл проверить. Тут я с тобой согласен. По идее это отдельное устройство, у нас отдельное устройство как миди-компьютер, у нас все прекрасно работает, у нас это распространяется. Но я тебе говорю, что в трезвом метре и хорошей памяти ты такой соберешь, где каждый стоит по 40 рублей, а бросить 300 метров оптики это полторашка. На пассивном оборудовании это правило сохраняться 100%. На активном оборудовании я не проверял через топологию вещей. Наверное, такого не будет, но я не представляю себе такую топологию я ни разу такого не видел. Даже в самых упоротых вариантов старых советских не где все сделано еще даже на лапше местами. Даже там все такое не позволили. вот это вопрос. Сейчас везде на гибридные сети. то есть у тебя последние мили так называемые последние 300 метров максимум делается кросс-медиа. Все остальное делается исключительно оптикой. Сейчас есть оптический кольц. Это очень популярно. Если правильно настроены, то перерывание в колодце оптики на кольцах не выводят сети встроя вообще. Об этом об топологии нам Коля еще расскажет. Я надеюсь. Я просто включи. витой пары есть понятие что 5-6 диаметров предела. Диаметр витой пары по-моему 7 мм 5 диаметров это предел. Г-образные загибы делать нельзя. Особенно на витой паре которая сделана из цельнометаллической жилы. На плетенке которую я раздал готовые продажные патчкорды как раз когда снят оборудованы в стойках там подчас можешь делать различные очень интересные загибы очень интересные перегибы высокого впихнуть в стойку где по сторонам много оборудования но гон не менее плохо получается. Но с обычной витой парой сильные перегибы могут привести к залому конкретных жил и если не на 8 жил я раздавлю с состоянием 2,6 или 5,5 на эпоху не переломиться так и вертикнув не собственно здесь обычная физика много маленьких полоков можно свернуть на больший угол одно толстое целостное сном оно может заломиться я такое слышал собственно про оптику даже лично видел потому что когда ты собираешь спать пластину у тебя есть совершенно определенные углы заворота оптики то есть нельзя оптика это вообще отдельный разговор у нее в середине кусок стекла и если это выстил завершим собственно по столу если вы выходите на сразу провайдер вы можете выйти на крюшу взять молоток ударить по оптике это не пишется чёрт но в этом случае у него будет очень много проблем и эффектов метров можно искать место зачастую местность перегибы они обычно измеряются в диаметрах тем что скалколят да есть смысл делать восьмерочки их коротко сворачивать но я пришел восьмерочки лично я сторонник того что нужно водить на узлах полный пушуй чтобы когда ты собираешь узлов ты знал я примерно знал как у тебя будет устроено твоя СКС и ты подводил кабель к оборудованию именно с тем запасом который тебе нужно обжать и посунут мне лично товарищ наводил красивые паутинки у него в итоге висела такая косая челка в котлу м-обоя вставлялся в оборудование и выглядела прямая полоса прямая галиня очень классно я вот к этому и стремился чем меньше лишней этой пары в стойках чем меньше загибов перегибов тем больше это дело обслуживать продергивать еще чего и тем меньше геморроя возможно с переломами и прочее хотя лишние в своей практике чтобы переломиться кабель прямо на жилы и встречал хотя на морозе у нас висела серая видушечка но после повешенной как правильный вариант когда мы переломили оптику между двумя кроссхабами но в итоге зимой он нас таковал до свидания хотя мы ее лично целиком демонтировали пытались найти на ней хоть одно повреждение так и не шли это было целое в основном сверху если кабель был целый целый а свой как целый он не работал там запасы чтобы скупливать метр вывезли где-нибудь оборудование перебивали чтобы не новое перетягивать запаса чисто теоретически я не буду рассматривать монтажа в зданиях в жилых помещениях где комплектные провайдеры правильные делают они запасы не делают в принципе но в идеале есть правила не писан правила монтажа нет конечно есть еще ГОСТ различные ИСО и ЕС протоколы по идее в каждой стойке должен быть запас внутри стойки внутри ящика в стойке должен быть запас метр вернее в самой стойке с метром 10-15 запас именно от оборудования а у стойки минимум метра два потому что чистоте технически понадобится лишь передвижение стойки в ближайшем пространстве либо же перемещение оборудования в стойке это и есть расчет но запас то есть есть особо интересные люди которые грубо говоря оставляют за стойкой приличный кусок кабеля но беда в том что когда его оставляешь вновь когда стойки большие тебе просто это помойки у тебя за стойкой либо за ящиком по факту запасы должны быть адекватные я сейчас точно не скажу чисел но как я помню внутри ящика 10-15 метров запас сейчас спрятан сбоку а рядом со стойкой запас чтобы передвинуть пространство но не более да еще отдельный момент который я забыл вам сказать спасибо что напомнили передвижение есть такая фигня называется скрутки это особо упоротые люди лучше упроки я вам расскажу интересную историю про скрутки собственно скрутки делать нельзя ни в коем случае этому есть неопричина во-первых вы никогда не сможете собрести правильный шаг завивки камеры во-вторых это все добро как раз накисляет есть специальные это называемые скотч локи по-моему скотч лок называется такая пипочка подовольство камеры нажимаешь там внутри гель им еще можешь пользоваться скрутки делать нельзя используются либо вот такие вот бочки поюзить их чуть-чуть там внутри просто обычный кабель можно его скринер разломать чуть-чуть аккуратненько аккуратненько она единственная осталась вот просто скрутки сделать в коем случае не рекомендую все заканчивается очень плачевно для телевизионных киберей есть вот такие шутки все-таки может не показаться они работают собственно на случай с практикой на 11 кабеле у нас монтажники сделали скрутку в чердаке и у меня в течение месяца была стабильная геморрой в том что один дом по телевидению ГАЗ оказалось что ну собственно я прибегал на чердак в поисках к ухилителю все работает прекрасно все счастливы я так бегал две недели в итоге выяснилось что когда прошел нашел весь кабель столиком нашел эту скрутку или скрутку соединения там где он должен был быть веселый Голубь сидя на этот чудесный кабель размыкали хиново сделанный строительную скрутку в итоге дом по телевидению ГАЗ я там прибегал Голубь если оттуда урепетывали но я оставался ни с чем поэтому скрутки прочие ни в коем случае делать нельзя только оценки кабеля вне зависимости что это коксиальный кабель литая пара оптика различные соединения на них крайне не рекомендовано потому что это в любом случае потери чем большинство потери меньше длина меньше скорости все остальное там где-то еще коннекшн-бокс есть где-то он там и ходит делать коннекшн-бокс есть не-не-не коннекшн-бокс который просто пара разделаешь как розетку ты стоишь Коля я не думал ничего ну такой же только короткий я это видел у карабины на порезе ну я понял в общем там все в том что видимо два куска наподобие плентата и расшил и все части на на тему порезать кабель и всего остального есть собственно два варианта я бы рекомендовал в этом случае именно скучь локи очень удобная вещь скучь лок я же обмолвался это кругля ну это вот такого размера ячейка заполненная гилем то есть вставляешь две пары нажимаешь пальцами она врезается в пар и их закорачивает все они еще не двигались странно дорогие они стоят копейки но если их нет в кармане они еще вкусные а если я спаяю ну ну вообще я тебе потом скажу что пайка проводов все остальное как бы сопротивление у олок немножко разное здесь маленький нюанс поэтому как раз лучше скрутить даже чем спаять а клеммники где есть ну клеммники это есть условно фактически ну а если осматривать клеммники в понимании что как в электрике это собственно твои варианты со своей розеткой а там по градусу которые поддлинул вставил провод и сражал я видел такие розетки которые ставятся в квартирах я решили переплевался пока я мальтирую хотя они гайда очень надежные и к тому же очень хорошо разбор наделись добателем инструменты ну собственно я не знаю что бы еще интересно сказать жезер наш наконец потух слава богу так мы с вами в автомобиле будем покурить и болотаем собственно на второе число занятия уже Коля будет вести и все будет рассказывать как раз про обжимание я буду рассказывать про обжимание мы все будем рассказывать как раз про обжимание на духе про пленты и про все остальное пристреливаться все смогут попробовать у всех будет пушку витухи даже клещи даже телефонные всем спасибо всем пока